Добрый день, уважаемые зрители! На днях на официальном канале РБК был показан сюжет о финских компаниях, работающих в том числе на российском рынке. Среди прочих было рассказано и о деятельности генерального подрядчика Саволмаш, отвечающего за строительство проектно-конструкторского технологического бюро «Хака Москва». Съемки и интервью с генеральным директором «Хака Москва» Клаусом Диктониусом и заместителем генерального директора «Хака Москва» Андреем Полетаевым проходили на территории ОЭЗ «Технополис Москва» на площадке Алабышева, где сейчас и ведется строительство ПКТБ. А сейчас предлагаем вашему вниманию фрагмент сюжета о компании «Хака Москва». Финско-российская строительная компания «Хака Москва» три десятилетия работает на российском рынке. За это время возвела свыше 100 объектов по всей стране – заводы, торговые площади, офисные и банковские здания. Мы находимся на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде. Здесь компания начала строительство инновационного центра. Здесь мы разворачиваем строительство объекта для российской компании «Соуэлмаш». Будет построен инновационный центр по проектированию и отработке производства асинхронных электродвигателей. Это передовая инновационная технология российская. И наша компания занимается всеми работами, начиная от проектирования. Здесь возведены корпуса здания, сделано благоустройство, озеленение и так далее. На данный момент уже выполнена рабочая документация. Объект зарегистрирован в органах строительного надзора. Сейчас, собственно, разворачиваются работы на строительной площадке. Инновационный центр планируют сдать в эксплуатацию к лету следующего года. Уже в течение 30 лет при реализации проектов мы в компании используем собственную стратегию. В ее основе лежит правило всегда и на каждом объекте выполнять необходимые работы согласно плану проекта и вовремя. Мы делаем подробное и точное предварительное планирование всех факторов, которые связаны с выполнением работ. Также важна гибкость и умение быстро реагировать на изменения, которые происходят. В целом, сейчас не лучшее время для отрасли. Многие проекты заморожены, целый ряд финских строительных компаний ушли с российского рынка. Строительство начнет восстанавливаться сразу после улучшения ситуации с вирусом. И тогда выигрыши будут те инвесторы, которые не побоялись начать стройку именно сейчас, когда есть свободные ресурсы и цены на строительство более или менее стабильны. Так было и раньше, и мы верим, что так будет и в этот раз. Компания делает ставку на использование российских материалов и оборудования. Такой подход позволяет не обращать внимания на колебания курса рубля. При закупке материалов застройщик ориентируется на инфляцию, которая заложена в смету. Полную запись программы РБК смотрите по ссылке в описании под этим видеороликом. До новых встреч!